сидераты помогают нам огородникам отпугивать вредителей с участка бороться с болезнями растений и конечно делают почву более рыхлой и плодородной но какие сидераты лучше посеять весной и когда их сеять вот сегодня на канале антонов сад и разберемся с этими вопросами и так сначала я хочу рассказать что такое сидераты затем какие они бывают и для чего нужны и в конце обсудим когда и как их сеять и заделывать в почву так что оставайтесь будет полезно вообще сидераты это растение которые специально выращиваются для последующей заделки в почву и не только для того чтобы улучшить ее структуру у каждого вида сидератов есть свои особенности например бобовые обогащают почву азотом на корнях этих культур живут клубеньковые бактерии которые как раз и накапливают азот буквально из воздуха плюс бобовые очень холодостойкий их можно сеять как только сойдет снег к бобовым относятся клевер горох века люпин бобы и фасоль люпин и клевер хорошо рыхлят почвы а люпин еще и помогает в борьбе с паршой картофеля нематодами и корневыми гнилями а века и клевер подавляют рост сорняков и дают много зеленой массы только у вики есть одна особенность она выделяет вещества которые мешают прорастать мелким семенам поэтому если после этого сидерата вы собираетесь именно сеять какие-то культуры то лучше подождать три-четыре недели после заделки его в почву а вот рассаду можно высаживать без опаски злаковые сидераты рыхлят почву делают ее более легкой и вытесняют сорняки а еще у них есть интересное свойство они потребляют очень много влаги и поэтому их часто используют для сушения участков а после заделки при разложении в почве эти сидераты дают много азота и калия злаковые сидераты это овес пшеница и рожь и обратите внимание именно на вес его корневая система может разрыхлять даже очень плотные грунты а еще она выделяет вещества которые не дают развиваться возбудителем бактериальных и грибных заболеваний ну и крестоцветные сидераты очень быстро наращивают зеленую массу накапливают фосфор и калий которые потом отдадут в почву при разложении а еще крестоцветные отпугивают проволочника поэтому обязательно сейте их перед картофелем и корнеплодами и после этих сидератов растения намного меньше поражаются грибными инфекциями крестоцветные сидераты это наша любимая горчица масличная редька и рапс про горчицу мы недавно рассказывали в отдельном видео но если кратко она улучшает структуру почвы подавляет развитие парши картофеля фитофтороза и фузариоза но у крестоцветных сидератов есть большой минус их нельзя сеять если на вашем участке или у соседей была крестоцветная бложка чтобы выбрать сидерат учитывайте важное правило нельзя сеять растение того же семейства что и основная культура то есть крестоцветные перед капустой или редисом а вику или люпин перед бобами фасолью или горохом а вообще я советую вам не засевать каким-то одним двумя сидератами весь участок гораздо лучше работают смеси ну например у меня есть вот такая весенняя смесь в которой в разных пропорциях содержится люпин вика яровая горчица и овес то есть мы решим сразу несколько задач накопим азот в почве получим много зеленой органики и разрыхлим землю благодаря мощным корням отпугнем проволочника и очистим почву от болезней кстати корни злаковых очень любит проволочник которого отпугивает горчица вот такая многоходовка но самой горчицы здесь немного но если все-таки боитесь появление бложки из-за нее то можете просто опудрить всходы смесью золы и табака это смесь сидератов у меня от бренда скорая помощь еще я купил от него же смесь для теплиц в ней бобовые горох вика и клевер и крестоцветные горчица и рапс яровой опять же с этой смесью мы нарастим много зелени накопим в ней фосфор который вернется в почву после заделки сидератов сделаем грунт более рыхлый и обеспечим его азотом не дадим развиваться сорнякам фитофторе фузариозу и вредителям в общем решим не одну две проблемы а целый комплекс если готовой смеси у вас нет можете попробовать составить ее самостоятельно только обязательно вспомните все свойства сидератов которые я вам рассказал весной приступаем к посеву за месяц до высадки основной культуры можно сеять буквально когда сойдет снег и почва немного прогреется в теплице конечно это случится раньше землю перед посевом немного прорыхлите граблями сеять можно двумя способами вредки и сплошным посевом смотрите как вам удобнее глубина заделки семян сантиметра полтора два и если земля сухая например в теплице то обязательно полейте посадки в сухой почве ничего не прорастет когда зеленая масса отрастет на 25-30 сантиметров аккуратно подрезаем ее лопаты и заделываем в почву и будьте внимательны не допускайте чтобы сидераты успели зацвести ну что выбрали сидераты для своего участка надеюсь что я объяснил все очень понятно но мы всегда рады вашим комментариям под видео и не забывайте подписаться на нас а с вами на канале антонов сад был евгений пока пока